ну давай выгнать их в ту же секунду взяли только я нажал сразу взяли в трубку я сижу здесь у нас утром было богослужения здесь сейчас вечером будет и завтра потому что на 10 праздник я только пришел хотели вопрос задать вот александр хотел игнатий тихонович вот допустим за нарушение поста это положенные пить имея два года давить да так написано и на среды питка а вот там она это эпитемия за два года делится на куб настоящие вот это вот допустим или можно находиться в храме но не причащаться можно потому что вот это куб настояние начинается семи лет когда отлучен человек благодарю все понятно но это так себя забывает ты нечаянно там или был где-то это не считается а именно у мужчина когда ты нарушил пост тут надо еще понимать как не так что готовилась у нас одна сестра к причастию а сама там стала полоскать и вспомнила там каплю прокладила заплакала что на это смотреть то это нет не так тут может вывести просто фарисейство огромное бывает возьмут какие-то помпушки а чем они подмазаны были зачем же исследовать ничего там нет лишнего да не на молоке а чего ради на лаке когда молоко то продают в этом молоке молока нету свободно так когда отрицал пост и нарушал это дело другое там великий пост а если ты забыл что пятница и там сел как это не еще и нет все ясно игнать и тюч благодарю а если мог знать мог знать но по нерадению не следом исследовал из-за этого нарушал ну то есть допустим не вот допустим думал что в среду можно рыбу есть думал так а потом прочитал узнал оказывается нельзя столько ошибался почему и думаешь почему я не исследовал это такие тонкости не разбирается отрицание поста как такового необходимого для знания бесов пост и молитва а у нас не пост смена рациона и все настоящего поста то у нас и нету ну да так принято мы так и так и делаем у нас уже не сегодня об этом говорил занятия были у меня отец тихон дмитриевич а значит дед мой дмитрий по отцу был но раньше было пасет человек вот она сейчас по суд в день двести пятьдесят рублей ему и 3 полторашка молока по царе литры но его раньше было так вот по домам и сегодня одна кормит его с собой дает ты так содержали пастуха потому что были наемные своего дома нету мы все когда уже обед-то подходит а дмитрий спрашивать своего сына моего отца то есть тихо на тишка а какой сегодня день до пятница так она же меня накормила там сметаной творогом да это же молостно рот полоскал полоскал там на роднике а мне смешно пища то уже дальше прошла вот то что страх божий имеет это уже не смешно этот человек от многих бед избавляется это нам смешно потому что бывает и смешно иногда я вопрос уже брат один ну мы с ним разговаривали вчера в общем жена неверующая он верующий жена естественно посты ничего не соблюдает ну и он отлучил себя на два года из-за того что нарушил пост вошел в супружескую близость во время поста но жена неверующая и мы когда говорили я ему говорю что если неверующая то тогда не действует на тебя то есть тебе прощается то что ты нарушил если вы верующий тогда бы вы двоем отлучались сразу же потому что на двумя на двумя камон он должен был ее уведомить сказать что это нельзя то другое но если она не уступает никак тогда уже ладно вот в этом и вся сложность а если не удомлял он говорил что ну то есть не был таком что он ее пытался уговорить а это другой уже вопрос это так ты должен приложить все силы чтобы не нарушить и видишь что ну никак нельзя только тогда так под этой гигида и можно вообще не замечать не и чего но выходить я так понимаю все равно не надо правильно из просто не причащается два года очищается и все доход опять же начинаешь когда разговаривать на эту тему то но надо до конца просто ее до договорить знал ты это ли не знал все ли силы приложил для того чтобы не было нарушено вот бывает муж неверующий она верующие ходит на занятия но он мясо покупает еще должна делать пускай рубит по кастрюле ты картошку варе и скажи все туда класть я не буду вот я доварила картошку дальше клади сам все горит это твое дело не бери бы мясо в руки вот возьмите георгий винкс это у баптистов главный был который ну и сроки то давали им там кончается срок снова навинчивает он сидит и таскать там конфеты ему да ты в баптист не трожь вон тот берешь он посмотрел там папиросы в лагере он говорит я касаться не могу к ним как не можешь я верующий на тебе не курить говорят а перенести в магазин разгрузили я не могу сказали на счастье а его трогать нельзя но и вот он стоит и милиционера поставили милиционер мерзнет и стоит всю ночь а как раз в это время обмен прошел в америке на кого не обменяли сейчас я не знаю то ли на луиса карвалана или кого-то и его срочно тут же сразу все все долги списанные на границу обменяли и уже на завтра кажется он кто-то был рейган уже выступает на весь мир видишь как бог делает так было с войны я сынецким когда его освободили у него брюки то остались а кителя то нет он ходит генерал а начальник лагеря полковник и он в зэковской одежде а начальник идет и всегда ему честь отдает по закону то он уже ему с кости или все он гнойной хирургией завоевал сталинскую премию такие бывают необычные случаи при сам зэк в лагере все видят и идет начальник лагеря и чему честь отдает такого больше никогда нигде не было я вот выхожу собак гулять беру шарика с собой где как коровы тут витали там выбрали все у коров там много грязи а сделали где овечки и володя скосила он выковырил с корнем репей ну коровы-то оправляются и собаки что-то находят не свежие и не сильно засохшие средние нюхают и а мне до того смешно смотреть на них как они эти лепешки объявляют и начинают делить между собой когда ты веселый ну на чем я тот с воробьями там то с голубями я разговариваю с ними всегда списывать и у меня всегда веселое настроение никого не осудил я просто разговариваю с ними вот она у меня сидит рядом поля вы увидели палит у меня нет ну-ка полям сайт опа вот она поля поля вы видите какая голова ну-ка не вижу куда черная делась а вот черная и сюда иди скорее камни давай вот она черная пантера я называю ее ни одной волоски белые нет и глаза черные а у той глаза какая сама и такие коричневые глаза и название черная топали опалевая палевый свет и вот это бегать шустро такая то бродячих своих кошек много но такое никогда не держал она до того ласковая скорее не могу согнать и вот она прыгнула и биби играть-то опале зажалась она я вот так вот обмел лаза за голову ты целует но у меня я один сижу и мне смешно вот она только согнала и она опять здесь вот она какая это паттера черная называется она я просто обхватила и лежит 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 где-то вроде я виновата вот она опять к ней заскочила надо как-то в природе везде видеть интересные вещи голуби они не умеют есть вот ворона она захватит кусок лапой зажмёт и жулан это большая синица маленькую себе он и лапами зажмёт и раздолбит и зерно туда и вытащит а голубь так вот но сомкнул и дергает ну дернул вклюет осталось маленько кусок-то полетел дальше а там воробью кучу он остался ни с чем а я стою и смеюсь никого я не затронула у меня всегда веселье вот лижет она опять паля-паля голову склонила это а теперь паля ее лижет я снимаю это показываю сейчас даже покажу где потом смотреть будете увидите как они тут друг друга целуют лишь мацион какой у не рук то нету и тазика нету она слюной намочит лапу опять оближет вытирает позавидует какая выщищенная а тут опилок набрал три мешка я им высыпаю в тазик и они в тазик ходят я боюсь их отпускать а никуда не денутся мне надо их увезти туда а другие где обедаем в столовой те ходят по улице белый и 2 сики называется синие глаза и вот так дела наши вчера интересно одной монахини помогали она на покое отошла на покое и у неё там дом к зиме готовит мы там ей там копали всякое что-то помогали и там она когда при монастыре то еще бы жила она сейчас вне монастыря домик просто ей дали она там на покое и ей много людей помогала всякие люди и вот сейчас ей помогают дальше вчера приехали один там сколько он 15 лет он говорит мусульманин помогайте мусульманин копает там все и видно что ни разу жизни за 15 лет не из монахов никто с ним не поговорил о боге о спасении души то есть он помогает и все хорошо так хорошо пусть и помогает дальше и вчера наверно он первый раз мы троем то есть даже четвером на него населие просто-напросто и он чё только из нее не вылезло языческое все что только не можно в хорошо расстались но самым что меня удивило что никто с ним за 15 лет а в монастырь ходил никто с ним не поговорил за 15 лет никто это удивительно как это возможно он первый раз увидел верующих первый раз увидел верующих всю жизнь монастырь ходил первый раз увидел что люди о боге разговаривают постоянно видите у них своя установка вот я считал про одну монахиню или она и накиня там было на берегу нила закаты нельзя описать какие и она за 30 лет ни разу голову не подняла чтобы посмотреть это грех вот было амбросий юрасов умер звезды на них нельзя смотреть как нельзя я ему открыт как местоописание это у меня все в книгах отображено задавить перечисляет за звезды перечисляет и у от кейсель там все это орион большая медведица перевести перевести на наш язык а то нельзя смотреть как наоборот надо смотреть и славить бога вот вот просто как это это получается и думаешь какой-то отдельный мир созданный у них и они в нем просто-напросто находится и там нету такого понятия как спать ближнего подумать о спасении его просто нет скрыто сегодня вечером думаю проповедь говорить на слово хорошо что такое хорошо и что такое плохо крошка сын пришел к отцу и спросила кроха что такое хорошо что такое плохо маяковский и вот это разъяснение дать по слову божию а то иногда называет хорошие плохим и наоборот а какие у вас темы были две проповеди мы смотрели одна называется избрание божие а вторая терпись спасайтесь терпением очень серьезные темы очень и очень это прям не каждый сможет ее понять эту тему на волк и глубокая вообще последний житель я просто плохо видно я сделала чистое что называю где читать и чте стоит читает люди увидят книгу библия в руках уже подозрения нет что что-то там добавил хотя бы никак а человек который читает он впервые ну он не готовился к проповеди то впервые он слышит эту проповедь и открывает а я прихожу пораньше и библию закладки делаю где открыть если у вас будет как-нибудь ну когда вы будете говорить проповеди хотел попросить тему одну чтобы вы раскрыли тему выбора женщины выбор сегодня у нас я сейчас встречаю постоянно молодых людей которые к этому легкомысленно относятся они считают что можно вот даже вчера вот павел этот эдуард что можно но нужно будет какую хочешь ты можешь выбрать а потом ее сделаешь каким тебе на как как ну какая она должна стать и вот эти места с библии бы привести где господь за это потопил землю вот за то что люди они заходили к сынам к этим дочерям человеческим что что неверующим заходили то сыны божьи вы заходили к дочерям человеческими это не угодно перед богом потом вот эти места писания где то что ездра всемирный развод сделал на всю страну развод то что это как важно перед богом с кем ты соединишься вот вот как бы вот эту раскрыть хорошо принято я может будет вернуть сегодня из богослужения и на завтрашний день это перенесу у меня сформирована мне нужно только разделить какой счастье что сказать любой который вот ходит на занятия к нам ходил в университет а какая программа у вас где вы берете так точно я греб вообще без программы работы как так а по порядку нового завет и вся программа да всем всем удивленно так я все время добавляю у меня это образование у меня нету не а гуманитарного не религиозного я молюсь молюсь и мне как бы вы свечу как стихи я писал когда в литературном институте считал там там по одному дают стихотворение 3 или 4 прочитал по просьбе вот так как я не знаю я молюсь когда у меня как бы как бы как бы в уме строка проплывает она не я ее не вижу я ее чувствую я прям на молитве отвлекаюсь и сразу записываю одну строчку стиро дальше 35 строчек вот так пишу ни одной по барке нету а это 7 пачек по 500 листов друг на друга отверху до низу расписано это так не бывает и темы совершенно неожиданно и выставляют все на 4 тома послал потом отдельно которые заходят там как усатая на визе все находит я стихотворение те смотрю как будто петель вы раз вижу добавляем местописание там постройки на много такие 36 строчек и у каждой строчки голова стих какой книги взята мысль это такого никогда не было в мировой литературе и все из-за того что у меня нет никакого образования ничего нету я доверяюсь богу меня нечем их полиции ничего своим я это не признаю ни одной по марке на три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений или говорят а как это понять много нет это за девять лет это больше чем за всю жизнь написал пушкин лермонтов не красов и блок она маленький 2 строка идет я 2 даже было так 3 и 3 на другом листе три стихотворения готовы и ни одной по марке нету на четыре тома по 800 страниц это никак нельзя сделать а бывает человек выдается слово то не рифмуйте кричитой второй раз третий раз в этом кого еще в другие каждый раз а что эти означает а что это я его расшифровываю и и опять дальше читают ни один не сказал ни разу когда расшифрую что там открытым текстом написано но текст так написан что одна какая-то католичка писала стихи и папе доложили что вот так вот и он как-то этому могла сказать я не могу ни на один вопрос ответить а просто молюсь и и меня говорят тут я поэтов то издавал 500 поэтом за 300 лет стихи это 26 том откроешь на каждый вопрос шесть стихотворений из разных эпох 20 тысяч файлов стихов это евгений евтушенко как говорится помог один из самых сильных поэтов россии последнего времени был ну вот делаю сравнение завожу сам выходит эпиграф приходит мысль бывает на одну строчку два места писания надо открывать я не на один вопрос ответить не могу как это так не знаю я вас я иногда пишу или вас я это видел встал я беседую там вот и как показываю вот написано проснулся гляжу меня рука поднята я показываю у меня есть сны это все такие я опять там с ректором университета договорились чтобы на другие университеты выйти мне мало трех университетов хотя бы четыре или пять были я все время в этом вопросе был неукротимым а теперь есть что взять тут вещества кто-то раскрывает помаленьку так и вся половина не раскрыта но приставь на сарю небесный утешитель молитву перед занять я сказал 60 проповедей на молитву сарю небесный утешителю по двадцать пять минут примерно а как это так и не знаю как-то меня пригласили в новосибирскую школу они там два-три класса загоняют в один класс я у них захожу и говорю а потом друг через коридора там опять три класса собрали я за неделю всю школу обслужил и отказ ты говорит завуч вот я была у полномочия на с вами ходить они меня-то не знали только слышали дети моей сестры там учились говорит мне непонятно одно как вы делаете вступление для незнакомых людей это прямо введение и все время разное где вы темы берете ягра темы даете вы как я гребка зашел повернул голову а там написано экономика должна быть экономной все я беседую а маму не согласно слово божие зашел там картины две картины картина ге и картина микела анжело я сразу начинаю говорить вот это так то ангел бы вот это падший демон и ввожу их в этот курс вот когда мудрится человек он замудрится я никогда не а как вы узнали вот допустим меня есть у меня проповедь ефод а в ефоде вообще ничего нельзя сказать у меня проповедь а епископ в алтаре стоит и он сразу же меня спрашивает вы где-то считали такой нигде не читал я просто молился и и вдруг картина раскрылась и я ее передаю как вижу как угодно понимаю я не вижу ничего я ее вижу и и не вижу вот мне хотелось проповедь сказать завтра я теперь на эту постараюсь узнать поговорить о женщине вот как господь назначил органы пять органов чувств сколько на относится к зрению сколько к слуху что монахи переделали и что господь показал плотское переходит духовно главное семьдесят восемь процентов зрения а у бога главное уши идите и проповедуйте кто будет веровать и креститься уши главное что руки ноги шеи позвонки главное ноги как прекрасные ноги благовествующих мир видишь как и третье какие органы есть и это язык это проповедь ноги слух первое что нужно благодать призывающие благодать обращающие и благодать освещающие пиафан затворник когда мы это пережили сами тогда так мне недавно пришлось разговаривать с человеком который имеет доступ до алтаря и говорить об этом у меня тема готова уже была но я ее соединил наверное сегодня горе когда все вас будут говорить хорошо понимаешь горе горе сколько раз горе я все места описания открываю сколько возможно горе так что плохо сми мире жить не получится я мирен говорит давид но только заговорю тире они к войне христос не мирно разве был я мир принес а в другом месте играть не мира меч и что а вот то что были бы у него враги да такие враги что простить не могли на павла человек согрелись не пить не есть всех апостол обгнали а вы так вальяжно меня все любят выступают митрополиты там алфеев тихонов нет брат не получится если ты будешь обличать как кире имея фильме риме и посмотри так все показано при всем желающим подсоединю человека написал мне кто-то хочет поговорить давай расстаемся тогда нет николай исаков вот я прямо еще сюда его сейчас подключу давай подручай он пол экрана займет сейчас если получится вот мир тебе мир вам с миром принимать а мы тут как раз беседуем и ты пишешь у меня возникли тут вопросы по писанию у нас если все если что все записывается выставляется в интернет ты не против не не против а что вячеслав тебя не видно то стало ну кто говорит наверно того видно нету ладно ладно ничего страшного а вот у меня тут примерить вот стихи два стиха получается атеана 20 глава стих 23 кому простите грехи то тому простятся на ком оставить и на том останутся то есть он дает власть апостолом как бы ну прость прощать грехи да на земле людям то есть кроме бога как бы ну получается никто не может простить грехи нас вращает во имя его они утверждают сказанное богом доверенное лицо то есть он им дает власть такую да но решили амнистию сделать в москве подписали ее а потом идет главное управление содержание под стражей а те уже отпускают на самый низ в лагеря я скажу это дело очень серьезное вот тут точно так же я работаю там в лагере осуждены это и вдруг посыльно оттуда прибегает скорее лапкин за мной куда не разговаривая разговаривать некогда бегом ну я бегом и бегу так пришло уведомление чтобы вас немедленно освободить два часа вы должны быть за территорией лагеря а время уже первый час у меня там и ручки все-таки нет я все скорее раздавать там заключенным бегом туда а там еще должен итоги подвести документы они уже человека поставили капитан там один чтобы меня сопроводил до дома я шел по санкции московской кгб меня очень сильно охраняли они да я буду сам на мало ли еще бывает я доеду а потом я его нашел словах владимир васильевич ему книги высыл вот как бог делает когда ты для бога все отдал у меня ничего нет и поэтому я зависим от него а дальше господь занимает место мое делать что ему угодно ясно что прощает то что прощается говорят какой самый большой грех самый большой грех 16 главе описано дух святой придет и что он научит возвестит о грехе о правде о суде о грехе что не верует в меня самый главный грех на земле неверия во христа не верит у него весь уголовный кодекс и гражданский на шее он и блудник и матершинник и свернослов и нарушитель клятву не верит в бога его ничего не удерживает вот и все главный грех неверия неверующий представляет бога лживым о куда идет одна равнозначно дружба с миром есть вражда против бога а кто скажет я с богом воевать буду а дружишь с миром с манькой танькой да и с ванькой который с работы тащит дружба с миром яков пишет и таких людей называют прелюбодейцы то есть проституты якова 44 дружба с миром есть вражда против бога и он говорит кто любит мир там нет любви очень а если нет любви вообще ничего нету вот так вот он в этом стихе получается они непосредственно именно в этот момент да получают эту власть или рукополагают когда епископа епископ и священников и он священник я только свидетель властью данные мне от бога а ты на колени стоишь да разрешишься от грехов вы пришли не ко мне а пришли к богу вот перед нами свидетели крест христов и евангелия ну они возвещают дьякор этого не может сделать а если так вот человек мне сегодня написали в мусульманской среде родился ну и уверовал уверовал и заявил я христианин его радикалы зарежут к утру о еще спасется или нет спасется мученик крещение в крови своей так принято в церкви это давался дар духа святого господь дунул написано и говорит кому простите тому простятся за это время пока не основан не была основана церковь это время люди умирали они же умирали и чтобы вот они до этого могли исповедоваться до того как еще создана церковь эту власть господь дает заранее это дар духу святого подпрощать грехи а потом когда уже основана будет церковь дух святой на них уже сойдет и там будут и все остальные дары даны а это как бы заранее дано а потом же где тогда пишется да что как они рукополагаются да и уже как бы они уже священниками до становятся они рукополагают священников уже им и господь избрал уже из 12 и там и 70 еще избрал тех они потом уже рукополагают епископов и священников и все вот эти таинства которые мы знаем сегодня вот они получается они как епископы они вот 11 здесь было ну наверное это как епископы можно сказать апостольская это епископская есть власть они других потом полгода да на этот стих от 1 атеана глава 1 стих 9 как вот ответить если исповедуйте грехи наши то он будучи верен праведен простит нам грехи наши очистит нас от всякой неправды как бы как мне примерить этот стих то есть как бы если вы имеете ввиду как бы значит можно и без священника это имеете ввиду да как бы что он говорит как бы так если просто исповедуешь свой грех то он простит ну получается как бы я вот помолился да и все вот вот как бы ну так для того тот стих и был дан чтобы было понятно что это речь о том что ты исповедуешь что ты исповедуешь как раз таки именно перед священником но тыick но ты-то богу а он свидетель ты исповедуешь что перед богом а в этом в стихе сама процедура это не объяснена здесь просто сказано что исповеданы как ты должен исповедовать в любом случае этот грех перед священником ну а бог в другом стихе указано что это перед священником ты будешь делать ну а если нет священника тогда и так но священника не сейчас он есть везде а если на другом эмоции где нет священного Тогда прям ты так будешь исповедовать, и Господь будет прощать. Он установил порядок определенный, и мы не можем его нарушать. Порядок. Зачем бы он тогда дунул, давал эту власть апостолам, если бы можно было бы и без этого делать? Бог, он не поступает просто так. Когда эрископов стало не хватать, тогда стали готовить мира. И миром мазать, и священник помазуя, говорит, печать дара Духа Святого. И вот один епископ был в ссылке. Он в тюрьме был, в лагере, и теперь в ссылке. И там крестить пришлось зимой, лед раздолбили и крестили. А и мира нету. Помазать. Он говорит, я стою, да как же мира достать? Потом вспомнил, так я же епископ. Руки возложить только надо, и все. Он тогда руки возложил. Это воин и оценецкий лука. Через руки дается благодать Божия. Епископские. А который Филипп ходил и там в Самаре не получили, это был диакон Филипп, не апостол. Вот Филипп же, он крестил. Крестил, а Дух Святой все равно не сошел в Самаре, на Самарян-то. Не сошел он. И собрались все апостолы, и послали Петра и Иоанна, чтобы те пошли и возложили руки на них. И тогда Дух Святой на них сошел, на Самарян. А уже грехи были прощены, они же крещены. Все грехи были прощены, но Дух Святой еще не сходил. Потому что только в церкви он может сходить через руки апостольские. И поэтому священство законное должно быть. Это легко с харизматами, с пятидесятниками разговаривает по этой главе. Они тоже там гласолали, это говорение, а это все выдумка, беснование. Если нет, значит нет. Нет оно и по делу видно, вне церкви нет спасения. А может я буду дома, а может я буду там у баптистов. Все можно делать, но спасение в церкви, которую Бог основал. В 16-18 Евангелие от Матфея говорит, я создам церковь, не церкви. И врата не одолеют ее. Я с баптистами говорю, когда вы верите, что сказал, да. А какая церковь была? Он основал ее в день Пятидесятницы, и вторая часть ее в доме Корнилия. Ну а вы-то откуда спустя 17 столетий? Вот так. Так, ну у меня еще вопрос такой. Вот Иоанново крещение было, крещение покаяния, получается, так же. Вот грехи людям не прощались же, получается? Нет, не прощались. Они напоминались только. Ну о грядущем, да, сказано там. Прощение началось только после смерти Иисуса Хрихца, когда жертва его взошла на небо. Вот почему Иоанн 22, 16, и говорится, когда зашел Ананин, епископ, говорит, брат Савл, уже брат, уже покаялся. Что ты медлишь? Встань, крестись, омой грехи твои, омой. А этого крещения не было. Иоанново крещение прощения не давало. Оно просто давало человеку силы начинать бороться в мире, доступной где. И все. А люди вот умирали, они куда тогда попадали? В Гонию вниз. Не в Гонию, а там специальное место шел. 14 глава Исаии об этом говорится. А Господь туда сошел и их вывел. Это 3, 21, первое послание Петра об этом говорит. И 4 глава, 6 стих. Ну и так вот, подытожить. Вот о рождении свыше хотелось бы поговорить. Вот все-таки как человек получает рождение свыше? Вы зарядите. Зарядите. Рождение свыше. Геннадий Фаст. Лучше этого не объяснить. Зарядите. И у вас будет ролик. И он все рассказывает подробно. Нам зачем повторять? Когда уже это сказано. И сказано в конечной инстанции. Геннадий Фаст. Запишите. Я вижу, что вы не записываете. Я знаю этот ролик. Я смотрел. Ну и все этап рождение свыше. Рождение свыше это 3 пункта. 3. Первое. Уверовать во Христа, как Спасителя мира. Что Он прощает грехи. Не просто я грешный, а я безнадежно грешный. Я не просто прошу, а я знаю, что меня никто не может простить. У людей такое понятие. Я сказал, назвал там как Бога по-другому там. И Он меня простит. Нет. Бог никого не может прощать. Не может. Это не Его свойство. Он говорит, возьмите за грех смерть. Римлянам 6.23. Смерть. Из-за того, что Адам согрешил, уже умерло больше 100 миллиардов людей на земле. Все до одного. И только когда эти грехи, Евангелие Теяна 1.29, взял на себя Сын Божий, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот тогда наше естество, ну что там, первичное вот это, первое сотворение, человек из глины сделанной, Адам, а потом вдыхание вдохнул в него Господь. И вот это вот начаток, он называется, с чего человек сотворен? Начаток глина. И вот эта глина, плоть наша, глина. Ну она в перси, возвратится потом. Она была в лице Христа, поднята на небо. И это образно для нас, образно. И тогда Господь ради Его жертвы нас примеряет. Как бы руки Его распростерты, течет кровь, а мы подошли под крест, и там тещет кровь на нас, и она нас омыла. Без пролития крови нет прощения грехов. Об этом говорится первое послание Иоанна 1,7. Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха при двух условиях впереди, если ходим во свете, как он во свете, имея общение друг с другом. А не просто спрятался где-то в монастырской келейке. Иначе мы в диагена превратимся. Я просто хотел объяснить, как я понимаю, как человек получает рождение свыше. Правильно я так понимаю или нет. Непосредственно нужно покаяться, раскаяться полностью человеку. У вас все будет другое. У меня мысли будут. И рождение можно доказать и не иметь рождения. Рожденный свыше, он с собой уже не может распоряжаться, как вчера. Все другое Бог дает. Как у Еремии, говорит, как огонь был развитый в костях моих. Если вы пережили, это перед вами будет стоять. Вот зарядите в интернете 52 года в пути название ролика. Запишите, 52 года в пути. Игнатий Лапкин. Я знаю, вы скидывали. А как вы знаете? Ну вы мне скидывали это. Ну, сойдите, посмотрите. Я пришел на то место, где получил рождение свыше. И какое у меня настроение было. Даже мусульмане плачут. Я ни слова не говорю. Я только плачу и благодарю Бога. И вот вокруг это сияние Бог дает. Новая жизнь. Новая душа. Ну, у меня, в принципе, все. А так как-то мужик едет, говорит, когда перестройка-то была, ничего нет. Ну, тут поехали. Да, магазин пустой, другой. А шофер говорит, знаете, в принципе, все есть. Он говорит, да вези в принцип меня. Раз в принципе. Он думает, магазин так называется. Вот интересно, что вот это вчера, мы вчера вам звонили, с нами был вот Павел. Это Павел, на самом деле его Эдуард зовут, он еще не Павел. Его облили просто. И вот я с ним беседовал, и он только узнал от меня, что существуют православные посты, среда, пятница и четыре поста. Месяц назад его крестили. От меня узнал, что посты, что надо, как молиться. Он молился так, представлял Иисуса Христа, представлял, визуализировал и молился ему. Я говорю, брат, святые отцы запрещают это делать, представлять никого не надо. И вот он перестал представлять и говорит, как хорошо мне на душе стало. А меня это мучило, говорит. Я понял, что, говорит, я все время все представлял. И у него все на чувствах. Чувства. Я, говорит, захожу, благодать чувствую. Выхожу, не чувствую благодать. Брат, говорю, ты еще, у тебя чувства еще не утверждены в добре, в развлечении добра и зла. На чувства нельзя упираться вначале. Никак нельзя. Апостол Павел же говорит, что у совершенных чувства научены навыком к развлечению добра и зла. Навыком. То есть ты должен навыкнуть, что правильно, что неправильно. И как поступаешь, соответственно, как написано, как по Евангелию. И потом у тебя навык образуется. И тогда ты будешь чувствовать, что вот это от зла, а другое это добро. А вначале это нет у человека. Он приходит только. У него чувства все испорченные грехом. А вот смотри, Вячеслав, меня привозят где-то в деревню, там надо было заехать. Это все мужики там, о, Солженицын к нам приехал. Чего, похож на него разве? А другие называют Лев Толстой. Ну так вот, если только не вглядываться. Ну, оба что-то есть. Похожи. Вот на Лев Толстого сейчас похоже, когда вы не пострижены, и у вас так вот похоже. Да. Что-то есть, так, какой-то часть чего-то есть. Меня спрашивают, вы стихи пишете, вот, а кому подражаете? Не подражаю. Ну, на что похоже-то? Я говорю, я сам исследовал поэтов, 500 поэтов. У меня очень сильно похоже на Бальмонта Константина Дмитриевича. Четыре тома по 800 страниц. Вы невозможны делать рифмы. Невозможны рифмы. Везде почти. Пинками загоняю туда. Когда сам начинаю считать, я до того, что сейчас выставляет иногда мои стихи, я их признать никак не могу. Уже сколько раз было, меня говорят, вот и газете нашли под вашим именем. Не знаю. Ну что, все, хлопцы? Да, сейчас у нас собрание начинается. Все, давайте расставаться. Слава Христу. С Богом, Николай. Храни Господь вас, Александр Вячеслав. Отошел. Невеста.